О последнем периоде жизни Николая II в Новой России написано немало книг, снят не один фильм. Но все равно современному человеку сложно представить ту цепь событий, которая привела к гибели императора и самой империи. Дело в том, что есть традиция, которая пошла еще со времен белой эмиграции, за развал империи и за события, которые ему предшествовали, винить лично Николая II или лично Александру Федоровну и так далее. Как раз важно здесь понимать, что суть дела заключалась не только в личности царя, но и в самой системе. Это коронация последнего российского императора, Николая II и императрицы Александры Федоровны. Она состоялась в мае 1896 года в Успенском соборе Московского Кремля. Пройдет без малого 20 лет, и большинство из этих людей, которые здесь самозабвенно приветствуют императора, от ближайших придворных до простого народа, непросто отвернутся от Николая и его семьи. Скоро они также самозабвенно будут кричать «Долой царя!». Сегодня об этом не принято говорить, но привел империю гибели сам путь русского самодержавия и особенно годы правления последнего русского царя. Во время коронации случилась трагедия, которую многие русские люди сочли мрачным предзнаменованием. В честь празднеств на Ходынском поле были накрыты столы с бесплатным угощением. Произошла страшная давка, в которой, по разным оценкам, погибло или получило тяжелое увечие от трех до четырех тысяч человек. Однако уже вечером того же дня Николай II с императрицей веселился на балу во французском посольстве. Дело не в том, что Николай II был виноват в событиях на Ходынке, но он наградил великого князя Сергея Александровича за хорошую организацию торжеств, в результате которых, как мы знаем, погибли сотни людей на Ходынском поле, а виновным был назначен очередной стрелочник, какой-то полицейский полковник. Поэт Константин Бальмонт в стихотворении «Наш царь», посвященном Николаю II, написал строки, оказавшиеся пророческими. «Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит встав на эшафот». А после Ходынки будет поражение в русско-японской войне. Кровавое воскресенье. Революция 1905 года. Ленский расстрел. Распутинщина. Страшные провалы на полях Первой мировой войны и прочее, прочее, прочее. Не случайно еще при жизни за монархом закрепилось прозвище – Николай Кровавый. Он представлял Россию как некое территорию, государство, где он хозяин. И не случайно он зафиксировал в переписи 1897 года знаменитую свою фразу, ответ, кто он такой – «Хозяин земли русской». Дневник Николая II очень много говорит о царе. В этих записях подробно и даже занудно пишется, когда он проснулся, когда и какой был завтрак, сколько времени он гулял, сколько ворон подстрелил. А он обожал гулять в царском селе и стрелять ворон. Но в дневнике ни слова, о чем он говорил с министрами. Нет размышлений о политике, о социальных проблемах. Ничего этого нет. Даже в самых верноподаннических биографиях Николая не говорится о каких-то личных инициативах государя-императора по преобразованию государства. Есть инициативы Вита, Столыпина, других министров, а инициатив царя – нет. Как человек, ну, в общем-то, средненький был. Как один из историков зарубежных, кто-то сказал, блеклый человек был. Понимаете, не было у него что-то как харизма, даже, знаете, величия Романовского не было. Ведь Романовы все рослые, представительные. А это среднего роста, метр семьдесят шесть у него еще все было. Ну, и ума тоже особого государственного-то у него не было. Депутат Государственной Думы монархист Василий Шульгин говорил, как ужасно самодержавие без самодержца. Министр иностранных дел Сазонов вспоминал фразу, которую в личной беседе ему сказал Николай II. «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу. А задуматься было бы неплохо». Сегодня есть много желающих поговорить о России, которую мы потеряли. О том, как бы мы все хорошо сегодня жили, если бы не революция. «Как счастлив был бы народ православный под сенью батюшки-царя». Если бы все были счастливы, то тогда никаких революций трех на протяжении 12 лет не было. Это тоже такая точка зрения, которая предполагает, что народ – это идиот коллективный, который не в состоянии осознать, где черное, где белое, для него самого. На первый взгляд, действительно, развитие капитализма в России в начале 20 века вызвало экономический рост. Например, только с 1909 по 1913 год производство стали выросло в 1,4 раза, чугуна – в 1,6 раз. Однако при этом происходила широкая интервенция иностранного капитала. Его доля в экономике России в целом достигла почти 40%. В горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности – 52%. В электрических и электротехнических компаниях – 90%. В паровозостроении – 100%. Иностранцам принадлежало 34% банковского капитала России. Соответственно, львиная доля прибыли уходила за рубеж. Рост экономики вовсе не означал улучшение благосостояния народа. «Огромные средства, извлеченные из населения с безумной расточительностью, привели народ к обнищанию», – писал в 1906 году в записке о Государственном Совете профессор Владимир Иванович Вернадский. А писательница Зинаида Гиппиус заметила – нигде нет таких богачей, таких миллиардеров, как сейчас в России. Только их десятки, при миллионах нищих. Что же касается предмета особой гордости поклонников царской России экспорта зерна, то лозунг «Недоедим, но вывезем!», выдвинутый министром финансов Иваном Алексеевичем Вышнеградским, отражал стремление правительства поддерживать экспорт хлеба любой ценой. Понимаете, вот у нас опять распространена легенда, что вот Россия якобы кормила целый мир и так далее. По производству зерна на душу населения Россия стояла лишь на шестом месте. У нас 475, Соединенные Штаты – 1109, Дании – 840, Канаде – 582, Румыния – 552, Болгария – 500. Даже в 1911 году при страшном неурожае, от которого умерло около двух миллионов человек, а пострадало 30 миллионов, на экспорт было отправлено более 50% собранного зерна. Великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой, посетив охваченные голодом деревни и губернии Центральной России, свидетельствовал в статье «Голод», потребляемый почти всеми хлеб с лебедой, с одной третью, а у некоторых и с половиной лебеды, хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький хлеб этот едят все, и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные». То есть говорить, что страна жила, как у царя, за пазухой, не приходится. Потопленная в крови революция 1905 года изменила политическую ситуацию России, изменила морально-психологическую обстановку в стране. В деревне пошли на убыль благостные иллюзии о царе-батюшке, часть армии и флота охватили волнение, широкие массы впервые ощутили себя субъектами истории и перестали думать только о хлебе насущном. Власть питала определенные иллюзии в отношении монархических настроений крестьян. Мол, черенький вывезет, рассчитывали, что на сторону монархии крестьяне-то выступят. Ну и действительно, по положению о выборах, в общем, значительный процент, 30 с лишним процентов предоставлялось выборщикам от крестьян. И знаете, в Первой Государственной Думе крестьяне впервые, так сказать, с государственной трибуной заявили о своих требованиях передачи всей земли крестьянам. Вот обобщенные и опубликованные историком Сергеем Митрофановичем Дубровским наказы, которые крестьяне слали своим депутатам во Вторую Государственную Думу. Требования отмены частной собственности на землю содержались в 100% документов, причем 78% хотели, чтобы передача земли крестьянам была проведена Думой. 59% требовали закона, запрещающего наемный труд в сельском хозяйстве. 84% требовали введения прогрессивного прямого подоходного налога. Среди неэкономических требований – всеобщее бесплатное образование, 100% документов, свободные равные выборы, 84%. Наказы своего народа власть не оставила без внимания. Только с 1907 по 1909 годы, когда, заметим, революция была уже подавлена, по приговорам судов было казнено свыше 5000 человек, а всего репрессировано более 170 тысяч. Но порой царская власть не утруждала себя даже такими формальностями. Как свидетельствует один из лидеров кадетов Павел Николаевич Милюков, в наиболее беспокойные части России были разосланы так называемые карательные экспедиции, заливавшие кровью бессудных расстрелов свой путь. Нужно напомнить событие, с которого начинается отчет вот этого подъема перед Первой мировой войной – это Ленский расстрел. Ленский расстрел в апреле 1912 года, когда, ну очередная, уже не первая в российской истории ситуация, когда мирное шествие рабочих, которые протестовали против ужасных условий труда на Ленских золотых приисках, присланная военная команда расстреляла, потому что никакого оружия у рабочих при этом не было. Министр внутренних дел Макаров в ответ на депутатский запрос о событиях на Ленских приисках произнес знаменитую фразу «так было, так будет». Вот это настроение у власть имущих, настроение чуть что стрелять в собственный народ, это тоже никуда не делось. Это сохраняется. И, как я уже говорил, даже в последние часы существования власти Николая Второго, в первую очередь пытались пойти именно по этому пути – начать стрелять. Но армия и казаки с шашками и нагайками всех проблем решить не могли. В 1915 году в России было 1946 стачек, в которых участвовало почти 900 тысяч человек. В 1916 году – 2306 стачек и почти 1,8 млн. человек. В январе-феврале 1917 года – 751 стачка и около 700 тысяч участников. Причем это были не митинги типа праздничных гуляний. Людей расстреливали, сажали, ссылали, но успокоить страну так и не смогли. Митрополит Вениамин, бывший при Врангеле архиепископом армии и флота в Крыму, вспоминал, что когда в Симферополе праздновалось 300-летие дома Романовых, губернатор граф Апраксин говорил горячую соответственную речь. В заключении громко предложил крикнуть за династию «Ура!». Но что же вышло? Кроме его голоса, до нескольких из нас собравшиеся почти не поддержали. Стало очень конфузно. Последний всплеск патриотизма и монархических настроений отмечался в России в самом начале Первой мировой войны. В стране даже прошла своеобразная пиар-акция. Огромными тиражами печатались фото императора и его семьи и бесплатно раздавались желающим. Очень скоро многие из этих фотографий будут изрисованы, продырявлены и будут рассматриваться как улики. В уголовном уложении 1903 года была статья 103, которая предусматривала до 8 лет каторжных работ тому, кто оскорблял действующего императора и членов его семьи. В архивах сохранилось около полутора тысяч дел по этой статье, которые официально дошли до министра юстиции. А сколько не дошло? Я не буду пересказывать, что желали, чем угрожали крестьяне Николаю II, но скажу, что трагические события, развязавшиеся в подвале дома Ипатьева в июле 1918 года, они оказались менее кровавыми, кровожадными, чем то, что желали крестьяне своему царю. Особенно резкий всплеск антимонархических настроений вызвала затяжная война, невиданная мобилизация, которая оголила деревню и городские окраины. В армию забрали более 15 миллионов человек. Военные потери были огромными. По числу убитых и раненых Россия превосходила все другие воюющие страны. По данным российского военного историка-иммигранта Николая Головина, убитыми и пропавшими без вести, Россия потеряла 1 миллион 300 тысяч человек. Без малого 4 миллиона получили серьезные ранения. Только в плену находилось около 2,5 миллионов человек. Янушкевич, начальник генерального штаба, писал в это время Сухомлиманову министру обороны, что если так пойдут дела, то мы, это было в 14-м году он писал, мы сдадим все Вильгельму. Не хватало продовольствия, не хватало обмундирования, не хватало отчаянно не просто пушек там и снарядов, не хватало винтовок. Когда отряд казаков отбил группу пленных солдат, которых австрийцы гнали к себе, то солдаты ворчали, хоть там бы мы нас накормили. И об этом Янушкевич сообщал Сухомлинову. Михаил Константинович Лемке, военный цензор в Ставке Верховного Главнокомандующего, писал, когда сидишь в Ставке, видишь, что армия воюет, как умеет и может. Когда бываешь в Петрограде, в Москве, вообще в тылу, видишь, что вся страна ворует. Все воруют, все грабят, все хищничают. Украдены миллиарды, народное достояние расхищается с ней имоверной смелостью, безудержным нахальством, уверенностью в безнаказанности. К нему протянули свои цепкие руки и строевые чины, и штабные, и медицинский персонал, и многочисленные представители общественных организаций. Словом, воровство стало нашим национальным признаком. Начальник Главного артиллерийского управления генерал Алексей Алексеевич Маняковский постоянно говорил о массовых злоупотреблениях среди российских промышленников, многократно завышавших цены на военную продукцию. Только по артиллерийским выстрелам переплата к исходу 2016 года составила 1 миллиард 94 миллиона рублей. Если на казенном заводе 122-миллиметровая шарапнель обходилась в 15 рублей, то частный завод получал 35 рублей, 76-миллиметровая, соответственно, 10 и 15 рублей, 152-миллиметровый фугас 42 и 70 рублей и так далее. Трехдюймовая пушка стоила 7 тысяч и 12 тысяч рублей. Разоблачительная деятельность Маняковского встречала ожесточенное сопротивление промышленников. На их защиту неожиданно встал царь. На причину этого проливает свет разговор генерала Маняковского с Николаем II. На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии. Ваше Величество, они без того наживаются на поставки на 300%, а бывали случаи, что получали даже более тысячи процентов барыша. Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали. Ваше Величество, но это хуже воровства, это открытый грабеж. Все-таки не нужно раздражать общественное мнение. По данным военного министра Дмитрия Савельевича Шуваева, 300-400% наживы с военных заказов являются обычными, а иногда эта прибыль доходит до 1000-1200%. По инициативе крупного промышленника Павла Павловича Рябушинского в июне 1915 года были созданы военно-промышленные комитеты, во главе которых стал Александр Иванович Гучков, лидер правой партии «Октябристов». На эти комитеты возлагались функции. Содействие правительственным учреждениям в деле снабжения армии и флота, необходимым снаряжением и довольствием путем планового распределения сырья и заказов, своевременного их исполнения и установления цен. До февральской революции 1917 года военно-промышленные комитеты получили отказные заказы на сумму около 400 миллионов рублей, а выполнили менее половины. По мнению дворцового коменданта Николая II, генерал-майора Владимира Николаевича Ваейкова, первую заботу из созванных под руководством Гучкова военно-промышленных комитетов было обеспечение себе 1% стоимости всех проходивших через комитеты поставок. Вследствие этого комитеты оказались коммерчески заинтересованы в возможно более высокой расценке поставок. Прекрасной иллюстрацией деятельности военно-промышленных комитетов может служить ведомость состояния главнейших заказов Центрального военно-промышленного комитета на 1 января 1916 года. Так, например, снарядов к бомбометам заказано 3 миллиона 245 тысяч, а сдано 96 тысяч 135. Мин заказано 663 тысячи 400, а сдано 119 штук и так далее. А куда уходили деньги военно-промышленного комитета, осталось и не для меня одного – тайной. Михаил Константинович Лемки писал, «Россия – это страна, где каждый видит в другом источник материальной эксплуатации, где никто не может заставить власть быть сколько-нибудь честным». После катастрофического отступления русской армии летом 1915 года Николай II принимает на себя пост верховного главнокомандующего, но ситуация не меняется. Николай думает, что армия – главная его опора, а на самом деле фронты все больше охватывают антимонархические и антивоенные настроения. Юрий Владимирович Ломоносов, член Инженерного совета Министерства путей сообщений, отмечал, что «это недовольство было направлено почти исключительно против царя и особенно царицы. В штабах и в Ставке царицу ругали нещадно, поговаривали не только о ее заточении, но даже о низложении Николая, говорили об этом даже за генеральскими столами. Но всегда при всех разговорах этого рода наиболее вероятным исходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства Павла». В 1916 году, после назначения премьер-министром немца Штюрмера, в оппозицию к Николаю II встали уже не только левые партии и либеральная Госдума, но даже и ближайшие родственники самого царя – великие князья, которых на момент революции насчитывалось 15 человек. Общим требованием великих князей стало отстранение от управления страной не только Распутина и царицы немки, но и создание правительства, которое отчитывалось бы не только перед императором, но и перед Думой. Лидером оппозиции считают великого князя Николая Михайловича. Открыто сочувствовали либеральным идеям также великий князь Александр Михайлович, зять Николая II принц Петр Александрович Альгенбургский, тетя Мария Павловна и будущий предполагаемый преемник на престоле – великий князь Михаил Александрович. В оппозицию к царю встала даже его собственная мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, прямо потребовавшая отставки Штюрмера. Изданы практически все мемуары, написанные членами семьи Романовых, мемуары, написанные за рубежом в 30-е годы, то есть никакого влияния сегодняшняя ситуация не оказала на них. И можно прочитать, что, во-первых, никто из членов царской семьи не считал Николая достойным быть императором. Считали, что более неудачного человека, несоответствующего этой, если можно так сказать, должности, еще у нас в последнее время не было. И это мнение, привнесенное еще из периода Первой мировой войны. И ведь не случайно за три года этой войны возникало несколько дворцовых заговоров, точнее заговоров внутри семьи Романовых с целью отстранения Николая. Отдельно стоит сказать об отношении в России к императрице Александре Федоровне. Она же урожденная немецкая принцесса Виктория Алиса Гессендармштадтская. Например, Горовита писал, что Николай Второй женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности. Таким образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но, напротив того, в значительной степени их усугубила. Ее ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий ее августейшего супруга. Известен Димаш княгине Васильчиковой, которая подала записку в неподобающей форме Александре Федоровне, в которой содержались обвинения и связи ее с Распутиным и так далее. То есть все эти слухи, они в конце концов доходили до высших слов общества. И даже образованный человек не всегда мог отличить правду от вымысла. Как писали очевидцы, сидишь в темном кинозале, показывают хронику, как царь раздает кресты Георгиевские. И кто-то обязательно в зале скажет мужской голос. Царь с Егорием, а царица с Григорием. Газеты были заполнены скабрезными карикатурами об отношениях между Распутиным и императорской четой. В обществе считалось, что страной фактически правит императрица, и именно от нее идет тот дикий развал, который охватил Россию. Шла речь и об откровенной измене. Даже в Государственной Думе обсуждался вопрос о том, что из царско-сельского дворца протянут прямой провод в Берлин, по которому Александра Федоровна передает врагу секретные данные. И в этом нет ничего удивительного. Ведь все прекрасно знали, что Россией, воюющей с Германией, управляют немка и царь, двоюродный брат германского кайзера Вильгельма и английского короля Георга. Был слух о том, что царь банально Вильгельму II проиграл Россию в карты. Ну и не желая возвращать карточный долг, вот значит, устроил войну. Наглядным свидетельством всеуглубляющегося кризиса власти стала смена за 1915-16 годы четырех премьер-министров, шести министров внутренних дел, четырех военных, юстиции, земледелия, трех иностранных дел, оберпрокуроров, синода. За 1916 год не было ни одного несмененного министра. До тех пор, пока Николай II пользовался, так сказать, министрами, унаследованными от отца, это была одна история. Когда он начал делать серьезные назначения сам, история получилась совсем другая. Дело в том, что Николай обладал одной особенностью, которая при всей своей малообразованности не была чертой его отца, Александра III. Николай II не любил людей умнее себя рядом. Он комплексовал. Царь фактически таким образом подбирал свое окружение, что люди с собственным мнением в это окружение попасть не могли. А уровень этих людей – это особая история. Чего стоит хотя бы министр внутренних дел Хвостов, который говорил о себе буквально следующее. Все равно, что с Гришкой Распутином делать. То ли к девкам идти, то ли с паровоза его сбросить, с вагона сбросить. Но это Хвостов. Это же совершенно притча во языцах. Это же человек, с которым его собственные соратники брезговали здороваться. Он такой полууголовный тип. Русский ковчег не годился для плавания. Приходил к выводу британский премьер-министр Ллойд Джордж. Этот ковчег был построен из гниющего дерева, и экипаж был никуда не годен. Капитан ковчега способен был управлять увеселительной яхтой в тихую погоду, а штурмана изображала жена капитана, находившаяся в капитанской рубке. Николай II уже не знает, на кого опереться. По словам генерала Ваейкова, одного из ближайших царю лиц, положение царя становилось все более и более тяжелым. Верные слуги таяли, а число людей, оппозиционно настроенных, увеличивалось. Главную роль в обществе стали играть члены Государственной Думы, мнения которых принимались за непреложные истины. То, что либералы упорно готовят переворот, в то время не было секретом. Известный философ и экономист Сергей Николаевич Булгаков вспоминал о политике кадетов и октябристов в конце 1916 года. В это время в Москве происходили собрания, на которых открыто обсуждался дворцовый переворот, и говорилось об этом, как о событии завтрашнего дня. Приезжали в Москву Александр Иванович Гучков и Николай Алексеевич Маклаков, суетились и другие спасители Отечества. Особенные недоумения и негодования во мне вызвали в то время дела и речи князя Георгия Евгеньевича Львова, будущего премьера. Его я знал, как верного слугу царя, разумного, ответственного, добросовестного русского человека, относившегося с непримиримым отвращением к революционной севухе. И вдруг его речи на ответственном посту зовут прямо к революции. Это было для меня показательно, потому что о всей интеллигентской черни не приходилось и говорить. Императрица пишет царю, «Я бы спокойной и чистой совестью перед всей Россией отправила Львова, Милюкова, Гучкова и Поливанова также, в Сибирь. Идет война, и в такое время внутренняя война есть государственная измена. Почему ты так на это не смотришь, я право не могу понять. Я только женщина, но моя душа и мой ум говорят мне, что это было бы спасением России. Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом. Раздави их всех под собой». Николай II на это отписывается. «Бедный старый муженек, безволи». Известно, что февральское восстание в Петрограде началось с хлебных бунтов. Для того, чтобы наладить нормальное снабжение городов, царское правительство в конце 1916 года начало переход к так называемой продразверстке. Дошло до того, что в дело даже попытался вмешаться британский посол Бьюкина. В своих мемуарах он пишет, что 29 января 1917 года говорил Николаю II следующее. «Согласно моим сведениям, запасы продовольствия в некоторых губерниях настолько скудны, что, как ожидают, снабжение прекратится через две недели. Причиной такого сокращения запасов является, по-видимому, отсутствие координации в работе Министерства земледелия и пути сообщения, а также отсутствие организованной системы распределения. И такой бардак был везде и во всем». Генерал Бонч Брудеевич писал, «Трудно представить, до какого разложения дошел государственный аппарат Российской империи в последние годы царствования Николая II. Императорская фамилия, Распутин, двор, министры и петербургская знать – все это производило впечатление какого-то сумасшедшего дома. Даже я, имевший возможность близко ознакомиться с закулисной стороной самодержавия, хватался за голову и не раз спрашивал себя, «А не снится ли все это мне, как дурной сон?» В среде военной и политической элиты страны окончательно оформился заговор против царя. Главным его идеологом и вдохновителем становится член Госсовета Российской империи Александр Гучков. Но дело все в том, что революция застала их всех врасплох. Никакой Гучков, никакой Милюков, Шульгин и прочие деятели прогрессивного блока Думского эти события не то что не контролировали, они их всячески хотели замять, всячески хотели каким-то образом, чтобы монархия удержалась, потому что дворцовый переворот – это переворот верхушечный, а здесь-то революция снизу, и они прекрасно понимали, что революция на свержении одного царя не остановится. Они хотели сохранить монархию, потому что монархия – это такой инструмент, такой забор, который отделял их от народа, которого они боялись. Генерал Антон Деникин вспоминал, что по мнению Гучкова, предложение об отречении должен был передать царю один из великих князей. Если бы царь ответил отказом, то ожидалось его физическое устранение. Генералов Алексеева, Русского и Брусилова попросили ответить, согласились бы они участвовать в таком заговоре. Решительным «нет» ответил только первый из них. Наивно было бы предполагать, что император не знал о сложившейся обстановке, но он уже терял бразды правления, а те, кто окружал его, наоборот, все силы направляли на развал страны. Ведь чем слабее власть, тем больше шансов вырвать ее из ослабевших рук и самим стать властью. И все разговоры о счастье великого русского народа – полная чушь. Вот что они заговорили, когда этот народ взял власть в свои руки. Василий Шульгин. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство. Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу, вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы, зверь этот был, его величество, русский народ. 23 февраля царь прибывает в Ставку в Могилев, чтобы там со своими генералами обсудить план военных действий на весенне-летнюю кампанию. И тогда же 23-го в Петрограде вспыхивают забастовки и демонстрации рабочих на Выборгской стороне. По сведениям полиции, в этот день бастовало без малого 100 тысяч рабочих. 24 февраля бастует уже 200 тысяч. С каждым днем волнения усиливаются не только в Петербурге, но и в Москве, и в других крупных российских городах. 26 февраля Николай шлет начальнику Петроградского военного округа генералу Хабалову телеграмму «Прекратить беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны». Но поздно. Уличные выступления перерастают в восстание. Начальник штаба Верховного, главнокомандующего, генерал Алексеев, посылает императору телеграмму, в которой говорится «Подавление беспорядков силою при нынешних условиях опасно и приведет Россию и армию к гибели». Пока Государственная Дума старается водоворить возможный порядок. Но если от Вашего императорского величества не последует акта, способствующего общему успокоению, власть завтра же перейдет в руки крайних элементов, и Россия переживет все ужасы революции. Понятно, что под актом подразумевается отречение. Склонить императора к отречению от престола поручается и главнокомандующему армиями Северного фронта генералу Николаю Владимировичу Русскому. В Псков летят телеграммы и от командующих других фронтов, которые поддерживают идею отречения. Такую телеграмму подписывает даже двоюродный брат Николая, великий князь Николай Николаевич. Армия, которую монарх называл главной своей опорой, при первой же возможности, изменила императору. Французский посол Морис Палеолог вспоминал, что в Думу, которая была центром оппозиции, еще до отречения Николая пришла депутация из Петергофа. Во главе колонны шли наиболее обласканные короной войска, шли казаки-свиты. За ними следовали привилегированные части императорской гвардии. Появился полк Его Величества, своего рода Священный Легион, куда попадали лучшие, отобранные из представителей гвардейских частей. Они специально предназначались для охраны царя и царицы. В шествие замыкала императорская дворцовая полиция, отборные телохранители. Вчера они охраняли царя, а сегодня заявляли о преданности новой власти, даже названия которой они не знали. 2 марта 1917 года Николай II принимает решение об отречении. Генерал Дмитрий Николаевич Дубенский, официальный историограф императора, комментировал отречение словами «Сдал, как сдают эскадрон». 5 марта меньшевистский эсеровский исполком Петросовета постановил арестовать всю царскую семью, конфисковать их имущество и лишить гражданских прав. 8 марта новый командующий войсками Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал императрицу. По свидетельству поручика 4-го царско-сельского стрелкового полка Константина Кологривого, Корнилов явился объявлять об аресте с красным бантом на кителе. 9 марта Николай II прибыл в царское село уже как полковник Романов. Верноподанные, почти все ближайшее окружение, с поистине примечательной поспешностью бросили бывшего царя со всей фамилии. Мало кто предполагал, что 300-летняя династия Романовых падет в считанные дни. Ведь всего за месяц до февральской революции в январе 1917 года в Цюрихе Ленин говорил, «Наше поколение не увидит революции. Может быть, следующее или через одно». Большевики совершенно очевидно не предполагали столь быстрого развития событий. Так кто же стоял за февральскими событиями? Отчасти ответ на этот вопрос дает доклад бывшего начальника секретной охраны императора генерала Спиридовича. Революцию вызвали три фактора. Заговор Александра Гучкова, английские интриги и германский шпионаж. Александр Коновалов, Михаил Челнаков, князь Львов, Бубликов и Гучков подготовили дворцовый переворот. Душой заговора был Гучков. Английский посол Бьюкинен был осведомлен о планах московской пятерки заговорщиков и всемирно ей содействовал. Тот же Гучков, глава партии октябристов, председатель Центрального военно-промышленного комитета, рассказывал в эмиграции, что осенью 1916 года родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого государь был бы вынужден подписать отречение. В этих пределах план очень быстро сложился. Даже церковь приветствовала отречение императора, который, между прочим, был помазанником Божьим и формально являлся главой русской православной церкви. Когда известие об отречении Николая II долетело до Петрограда, первое, что сделали церковные мужи, это провели в Священном Синоде торжественное заседание, на котором первенствующий член Синода митрополит Владимир выразил от лица всех присутствующих радость освобождению православной церкви. Чрезвычайно сильное впечатление на присутствующих произвело то место речи оберпрокурора, когда он предложил вынести из зала заседания царское кресло, как эмблему цезаропопизма. Русская православная церковь, которая со времен Петра не имела патриарха, должна была считать своим главой русского императора или императрицу и подчиняться всему, что будет сказано в своеобразном министерстве, которое называлось Синодом. Все попы от приходского до митрополита были превращены в обычных гражданских чиновников и получали от государства зарплату. Вся собственность церкви перешла в собственность государства и никакой у церкви ни земли, ни своих церквей, зданий в собственности не было. Поэтому церковь решила воспользоваться ситуацией и отделиться от государства. Первоначально в планы временного правительства входила высылка Николая II за границу. Временное правительство прорабатывало планы отъезда бывшего императора в Испанию, Англию, другие страны Антанты. Испанский королевский двор, формально высказав сочувствие Николаю II, отказался пригласить членов его семьи в Испании. Французское правительство, король Дании Христиан I и король Греции Константин I не проявили обеспокоенности судьбой царской семьи. В первые дни после отречения Николая II посол Великобритании в Петрограде Джордж Бьюкинен уведомил министра иностранных дел Милюкова, лидера либеральной прозападной партии кадетов, о том, что король Георг с согласия министров предлагает царю и царице гостеприимства на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны. Керенский, министр юстиции временного правительства, писал в своих воспоминаниях о заседании Московского совета через пять дней после отречения. «Смертная казнь Николая II и отправка его семьи из Александровского дворца в Петропавловскую крепость или Кронштадт. Вот яростные, иногда иступленные требования сотен всяческих делегаций, депутаций и резолюций, являвшихся и предъявлявших их временному правительству». Когда министру юстиции Керенскому пришел юрист один и говорит, что я буду защищать Николая, если будет суд над ним, Керенский пожал плечами это дело безнадежно и показал знаком, что Николай обречен на повешение. Они прекрасно знали, что революции необходима вот такая символическая жертва какая-то. Если брать фигуру Керенского, то, судя по некоторым документам, воспоминаниям, он порой намекал, что одна-две жертвы вот так вот показывал, не помешает для революции, для успокоения Маск, кстати сказать. Англичане отказались принять Николая, отказались принять его семью, не захотели в этой ситуации ввязываться в русские события, остались в стороне. Это и привело к тому, что в августе Временное правительство пришлось направить семью Романовых в Тобольск, подальше от центра, от столицы Петрограда, от Москвы, от революционной территории. Приход к власти большевиков в результате Великой Октябрьской социалистической революции круто изменил патриархальную жизнь царской семьи в далеком Тобольске. Было решено вернуть Романовых в Москву. Для Ленина его соратников главной целью была борьба с самой системой самодержавия. И вот с этой точки зрения большевикам необходим был открытый суд. Однако власти Урала в лице Екатеринбургского совета выступили категорически против этого решения центрального аппарата. Для общего понимания исторической картины отдельно стоит сказать об организации большевиков Урала. Как вспоминал уральский чекист Радзинский Засилие в головке Урала Болсовета было левокоммунистическое. Не особо считались на Урале не только с мнением центра но и самого Ленина. Так еще в январе 1918 в Екатеринбурге был убит Виктор Ардашев двоюродный брат Ленина. В начале июня был арестован обвинен в измене революции и расстрелян двоюродный племянник Ленина. А в конце месяца арестован отец убитого Виктора Ардашева и его брат Алексей Ардашев со всей семьей включая детей. Узнав об этом Ленин немедленно телеграфировал в Екатеринбург. Прошу расследовать и сообщить мне причины обыска и ареста Ардашевых особенно детей. Этой телеграммой он фактически спас арестованных. Колчаковский следователь Николай Соколов расследовавший убийство царской семьи писал что первый председатель временного правительства князь Георгий Львов рассказывал что когда он сидел под арестом в Екатеринбургской тюрьме на одном из допросов члена Екатеринбургского комитета РСДРП Филипп Голощокин сказал ему у нас своя республика мы Москве не подчиняемся Москва не очень контролировала состояние вообще России того периода состояние было очень тяжелое смутное разрозненное и порой местные власти решали проблему по своему усмотрению кроме того думаю что не всегда точки зрения местных властей совпадали с мнениями центра это тоже необходимо учитывать чтобы не раздувать конфликт с Уралсоветом ВЦИК принимает решение о перевозе царской семьи в Екатеринбург однако сразу стал вопрос о том кто проведет эту операцию председатель в ЦИК Свердлов прекрасно зная левацкие и антимонархические взгляды уральского руководства возлагает миссию на своего человека чрезвычайного комиссара Василия Яковлева Яковлеву были выделены отряд бойцов 150 человек 9 пулеметов и даже собственный телеграфист позже председатель Урала Болсовета Белобородов в своих воспоминаниях напишет мы считали что пожалуй нет даже надобности доставлять Николая в Екатеринбург что если предоставятся благоприятные условия во время его перевода он должен быть расстрелян по дороге такой наказ имел Заславский и все время старался предпринять шаги к его осуществлению хотя и безрезультатно его намерения были разгаданы Яковлевым решение советского правительства казнить царя такого решения никогда не принималось распоряжения Москвы казнить царя не было а решение Екатеринбургского совета было Интересно что ни просвещенная Европа ни ее монаршие дворы ни церковь ни белые движения практически никак не отреагировали на сообщения о расстреле Николая II что уж говорить об остальной России в которой эта смерть утонула в сотнях тысячах и миллионах смертей гражданской войны и военной интервенции Современник не может понять те события до тех пор пока он не может понять как относились к жизни человеческой и вот на протяжении Первой мировой войны и до конца гражданской человеческая жизнь в России не ставилась ни во что И еще об убийстве царя расстреляли не царя гражданина Романова который задолго до того перестал быть императором подписав отречение под давлением своих собственных генералов близкого окружения и даже родственников Это появилось все в 1989 году когда началось целенаправленное наступление на советское прошлое что предполагали кинуть в качестве кости для всей остальной страны расстрел царской семьи по приказу кровожадного большевика Ленина вдруг как по мановению волшебной палочки находят трупы вернее остатки костяк Николая Александра и трех дочерей и далее шоу по сути дела и возглавляет это шоу никто иной как Ельцин который в августе 1977 года будучи первым секретарем Свердловского обкома партии отдал приказ снести дом Ипачева до сих пор в деле о смерти царя как говорится больше вопросов чем ответов обнаруженные якобы останки царской семьи отправляют на экспертизу не в Германию в институт имени Планка который считается лучшим в мире по установлению генетического родства а в захолустную лабораторию во Флориде и если в Германии такие экспертизы проводят в течение года а то и двух то американцы все сделали очень быстро аккурат к началу шоу в Александровском соборе Санкт-Петербурга неудивительно что подавляющее большинство ныне живущих членов семьи Романовых не признали тогда эти останки останками Николая и его семьи так же как и русская православная церковь а с каждым годом исследовать расследовать убийства Николая и Михаила становится все труднее но я думаю тут не нужно особенно расстраиваться таких убийств политических очень много так что не будем печалиться но выясним хорошо не выясним может быть еще лучше одним мифом больше конечно мифом больше мифом меньше вроде бы какая разница но иногда кажется что такое лавины мифов о нашем прошлом нашем настоящем в конце концов человек может не выдержать и начнет в них верить как говорится не дай бог ведь Николай второй тоже искренно верил в миф что он хозяин земли русской русской Субтитры создавал DimaTorzok